Хлёво всем, друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о топе ошибок при ловле карася на фидер. Основные ошибки, которые совершают почти все фидеристы. Чтобы было не так скучно, я взял спиннинг, приехал на водоем, буду пытаться ловить рыбок и заодно разговаривать и рассказывать свое мнение по этому поводу. Поехали, друзья! Друзья, первая ошибка это выбор места ловли. Очень часто мы приезжаем на водоем и садимся где придется, где есть место. А если есть место, где нам кажется, что вот тут мы точно поймаем. К сожалению, все эти подходы очень неправильные. Если мы приезжаем на водоем и мы садимся, негде нам сесть, то тут ничего не поделаешь, приходится садиться там, где шанс сесть, по-другому ничего не делать. Если же мы приезжаем на водоем и есть выбор места, то мы должны очень внимательно подойти к месту, где нам сесть. Есть такое правило, даже не правило, это правило идет от поведения самого карася. Я сегодня говорю непосредственно о водоемах мелководных, без течения или с очень слабым течением. Они отличаются от глубоких водоемов кардинально при ловле рыбы, любой причем. И также отличаются кардинально от ловли рыбы на течении. Поэтому именно сегодня разговор о таких водоемах мелководные, это с глубиной до полутора-двух метров. Как правило, они очень часто с большой количеством растительности. Как правило, эти все-таки водоемы без течения или со слабым течением. Если у нас холодная вода, весна, вода еще не прогрелась, то место ловли должно быть выбрано максимально ближе к берегу. Если есть камыш и рядом сразу от него небольшой свальчик, небольшая бровка, в этот период лучше место выбирать именно сразу за этой первой бровкой. Рыба выходит из лудин, подходит к камышу. Весной раньше всего на мелководье проявляются жички, паучки, начинают появляться какие-то первые растительности. И рыба с бедных мест, с ям, где была соседина, выходит на теплую воду, в первую очередь начать нормально питаться, покушать вкуснятина. И вот именно там мы должны по холодной воде искать карася. И очень часто, даже зимой, его там можно найти в очень больших количествах. И в этот период по холодной воде совершенно нет смысла садиться на дамбах. Да есть хоть какое-то течение, струя. Если, допустим, весь водоем без течения, но есть дамбы, и там струя. Очень часто весной люди садятся в эти места и ждут, когда же у них клюнет. Мы с моим товарищем попадали в ситуацию, когда при ловле судака на джиг, на этих же дамбах, видели, как толпа рыбаков сидит весной. Это был апрель. Чуть ли не в струю закидывают удилища. У них полная тишина, а буквально в 30 метрах от них на мелководье стоит огромная стая карася, которую никто не ловит. Хотя пройди 30 метров, есть здесь есть, закинули. Нет, всем рыбакам нужно закинуть на дамбу. Отсюда идет летний период, когда лето-жара, рыба уходит на ямы или на вот такие участки, как раз где есть течение, где есть обогащение кислорода. И именно летом стоит искать рыбу, в жару, в лето, в начало осени, в сравнении, какой регион. Когда уже вода-кипяток, рыба часто переходит на ночной образ питания. Этот карась очень любит, особенно крупный. И тогда именно в этот период стоит искать карася возле дамб, возле течения, даже в самом течении порой, и на глубоких участках, на ямках. На меляке он будет, он будет именно ночью. Ночью, поздно-поздно вечером и рано-рано утром. Он выходит, выйдет сюда с ям кормиться. Осень. Осень чаще всего, все-таки, карась стоит уже глубже, и на меляке выходит кормиться. Поэтому осень, это очень частая ситуация, очень интересная, когда приезжаешь на водоем, тишина в 10 часов, хлеб, в 10-12. Садимся, выбираем участок, переход с глубины на мель, глубины на мель, и ждем, когда рыба, вода начнет на мели прогреваться, и рыба пойдет кормиться. И тут, на как раз этой границе, мы его встречаем, мы его ждем и ловим. Это просто, уже поздней осенью так попадали, так ловим, уже даже поздней осенью, так карася ловим очень много. Когда приезжаешь, место кормишь, кормишь, рыбы нет, тишина. И тут наступает время, когда температура воды достигла какого-то своего градуса, и карась резко включается, и он пошел, пошел, и начинается активный клев. Поэтому именно вот так примерно надо выбирать, где ловить рыбу, именно карася. Вторая ошибка, это точка ловли. Когда мы уже нашли место, мы сели, приготовились, все. Теперь нужно найти, где мы на фидер будем ловить, куда будем закидать кормушку. Здесь также большинство рыбаков живут стереотипами. Вот он был на рыбалке летом, кидал туда, отлично ловил, все. Но пришла весна, начинает ловить, а там рыбы нет. Или другая ситуация. Весной отлично ловил, начинает ловить летом рыбу, а рыбы нет. И это очень сильно влияет, почему рыбаки возвращают с ловли карася без уловов. Смотрите, весной, как мы говорили, рыба подходит ближе к берегу. Поэтому рыбу искать нужно в начале весны, пока вода очень холодная, на переходе с глубин на мель. Очень часто это именно первая бровка. Если, допустим, под камыша идет стол, потом свальчик небольшой и опять стол. И вот под этим свальчиком, на вот этом нижнем столе, часто карась именно собирается готовиться к прогреву и выходу. Он там уже собран. И мы его нам же только собрать на точку. Чуть-чуть вода начала прогреваться, уже поздняя весна, начало лета. Карась весь, чаще всего, в растительности. И поэтому нам нужно ловить его возле растительности, возле камыша. Потом другая ситуация. В этих листах начинает зарастать дно травой. И ловить его уже некомфортно. И мы опять спускаемся на вот эту полочку, уже летом. Если вода уже кипяток, и у нас дневная рыбалка, мы уходим уже на максимально глубокие участки. Но не прям, чтобы яма посреди реки, а в идеале, чтобы эта яма была максимально близко к камышам, максимально быстро к какой-то растительности. И на вот этом вот участке мы ловим карася. Осенью вот примерно такие же переходы с глубины на миль мы выбираем. И поэтому обязательно, если водоем незнакомый, пробить глубину, узнать, что над ним. Что я сейчас буду делать. Для меня водоем знакомый. Здесь есть маленький свал. Сейчас середина лета. Я вот буду искать сейчас маленький вот этот свальчик. И сразу за ним буду делать себе точку. Для этого я использую вот такую бомбочку 35 грамм. Видишь, что у меня до 30 грамм. Ну, она великолепно работает до 40. И мне сейчас именно вот такую нужно найти. И мне нужно найти именно вот этот свалик. Это легко делать именно протаскиванием груза. Друзья, когда мы протаскиваем груз, мы качим не всей рукой, вот так вот, а это делаем киски, чтобы малейшую нагрузку мы почувствовали. И, конечно, для ловли карася на мелководных водоемах лучше использовать максимально легкие удилища. Вот, я уперся. Вот он свальчик. Луксует на нем. Следующая ошибка, которую делают реально почти все рыбаки, это прикорм. Все, насмотревшись спортсменов, делают прикормку, чтобы она была максимально сыпучая, как рассказывают спортсмены. Ну, берем, а вот она в руках рассыпается. У нас со спортсменами немножко другие понятия о рыбалке в том виде, у них основной удар на ловлю мелкой рыбы. Поэтому у них прикормки чаще всего это пылящие. Теперь нужно собрать максимально все и максимально быстро это поймать. Поэтому в первую очередь наши спортсмены рассчитывают на ловлю мелкой рыбы, а не на карася. Очень редко, когда ставки в спорте идут на карася. Это настолько редко, вы даже не представляете. А карася, карась, рыба, которая любит кушать. Многие федеристы говорят, вот, я ловил рядом дедушка с донками, и он меня обловил. Это одна из причин прикормка, друзья. У дедушки была галушка в кормушке, а карась всегда кормится с самого вкусного места. Самое вкусное место, самое богатое. Это свежепахнущее, только что опущенное на дно прикормка. Поэтому самый богатый стол вот в этой галушке, карась на него и приходит кушать. И поэтому наша задача сделать не пылящую прикормку, чтобы не было облака мутиков, что нужно для ловли плотвы, а наоборот, чтобы какие-то частички были в воде для общего привлечения и распространения ароматики. А еще лучше, чтобы арома растворялась в воде и призовала рыбу. А сама прикормка лежала максимально кучкой, максимально плотно на дне, чтобы карась мог прийти и прям отщипывать кусочки с нее. Понимаете, друзья? И отсюда добавка в прикормку вкусняшек. Если холодная вода мы добавляем в мотыль, потом с прогревом воды мы добавляем опарыша, потом еще с прогревом воды мы же добавляем резаного червя и резаную кукурузу. А потом уже летом еще можем перловки или еще чего-то. Но при этом вот этих добавок не должно быть много на карасях. Он просто на вашу насадку перестанет обращать внимание. Он будет вкопошиться в прикормке и кушать, выбирать вот это все. Поэтому прикормка на карасях должна быть максимально тяжелой, близкой к галушке, чтобы она не пылила, а именно лежала кучкой. Поэтому составы лучше использовать именно лещевые, карасевые, но никак не карповые, не плотвинные, не на основе компонентов, которые сильно пылят, а на основе тяжелых. Великолепно работают к добавке той же миласы. Великолепно на карасях работают. Прикормка делается тяжелая, она лежит, не пылит. И карась приходит, начинает в ней копошиться, откусывать кусочки, выбирать вкусняшки. Поэтому прикормку делаем максимально тяжелой. Вот эта прикормка уже постояла, брала водички и она начала рассыпаться. Вот про вот такую прикормку примерно рассказывают спортсмены. Еще именно через 10 она как раз будет то, что им нужно. Для карася это уже пылить будет. Поэтому еще добавляем водичкой. И во время рыбалки постоянно смотрим, если она подсохла, обязательно пылищики ее увлажняем, чтобы она перестала пылить. все кто ловил карася неоднократно замечали, что ловим ловим, карась клюет, а тут у нас потихонечку подкормка подсыхает, и тут оба отрезала красноперка. Вот именно красноперка это вообще главнейший признак того, что у вас пылит прикормка и карась отошел, а пришла на ее место в красноперке. Карась очень отрицательно относится к пылящим прикормкам. Если его только очень много в водоеме, а другой рыбы мало, и он очень голодный, тогда ему в принципе во барабану, и он может отлично отзываться и на пылящие прикормки. Но если он капризничает, то на пылящие прикормки он может просто отойти от них. А зимой по холодной воде ранней весной это гарантированно он отойдет. Он придет, вы поймаете одного-двух и на этом будет все. Я думаю, многие из вас попадали в ситуацию, когда вы ловите, кормите с руки или кормите сильно пылящим прикормок, и у вас один-два хороших лаптя и куча красноперки и весь ваш улов за целый день. Карась не ходит по одному ходит стаянью. Раз он зашел и у вас клюнул и большего нет. Значего что-то отпугнуло от вашей точки. И чаще всего именно пыль прикормки это делает. Поэтому прикормка вот великолепно очень тяжелая прикормка. Все. Прикормку я порезал кукурузу. именно постарался сделать так, чтобы как можно целых кукурузин было меньше. Обычная кукуруза бандуэль. Ножницы я им порезал и сделал, чтобы максимально мало было целой кукурузы. Ну, она такая, ее тяжело даже ножницами превратить в кашу, поэтому будет много. Я ее резал и давил. И порезал немного червя. Червя тоже нельзя переборщить, иначе карась бросает все, ловится, у него появляется азарт, и он начинает его выбирать из прикормки. Поэтому червя нужно обязательно. Без него порой даже на тяжелой прикормке карася не удержать. Черев, опарыш, кукуруза от водоемов мы смотрим от активности рыбы. Что он предпочитает? Если карась обильно клюет на кукурузу, то нам главное будет кукуруза. Если карась обильно клюет на опарыша, то желательно опарыша, причем лучше его топить, как он был мертвый. Если карась предпочитает червя, то череп резаный. От этого мы уже играем. Это была у нас следующая ошибка. Следующая ошибка, которую допускают очень многие рыбаки, просто очень, очень много в группах общался, это закорм первичей. Если послушать многих, кто-то говорит, есть правило трех, кто-то говорит, пяти, семи кормушек. Для какой-то рыбы это в принципе возможно, но не для карася. в любое время года карасю нужно сделать первоначальный максимально большой закорм. Вплоть до того, если вы замешали прикормку, выкинуть ее в половину или больше половины. Максимально, чтобы было навалено. Там куча, в которую карась будет собираться какое-то время, а он будет собираться долго. Даже в водоемах, где очень много карася. Первый карась начинает походить через 10 самый мелкий, потом больше, больше, больше. И максимальная активность порой через час, полтора, два начинается у карася. И только когда он уже максимально собрался, когда максимальный ажиотаж, какой-то прикольный клев, самый сильный. Но вся эта толпа зашла, быстро все вкусняшки съела и может уйти. Поэтому мы прикормку постоянно подкидываем кормушками. Чтобы вот эта толпа быстрее собралась, максимально долго там находилась, максимально сильный у нее был ажиотаж, максимальная конкуренция максимальная. Нам нужно реально много прикормки. Вот сейчас я буду вот такая закормочная кормушка. Я ее буду минимум положить 10 штук. Минимум. а лучше штук 20. Да, это займет время, много времени. Почему на поплывах, когда ловят, выкидывают 90% прикормки сразу, чтобы создать там стол. И потом маленькими шариками подкидывают, поддерживая ажиотаж. У них хорошие результаты. Но почему-то фидеристы этого не делают. А вот именно при ловле карася это одно из важнейших правил. Так что кормим друзья. Кормушка. Сама кормушка весит всего 8 грамм. И тут прилично корма. кормушка. Наша задача собрать максимальное количество рыбы. А удержать это максимально рыбу только можно большим количеством корма, который там уже есть, а не который мы подкидываем. Если рыбы много придет, мы никаким образом не накормим ее уже кормушками, какие бы мы кормушками не ловили. Из прикормки вытекает следующая ошибка, которую допускают очень многие рыболовы. Используют не тот состав прикормки по времени года. Карася можно ловить практически круглый год. Зимой он отлично ловится в тех водоемах, если это платник, где его запустили позднюю осенью или в тех водоемах, где его реально много. Ему не хватает кормовой базы и он зимой продолжает питать. Его ловят как со льда, так и по открытой воде. Но тут нужно подбирать прикормки. Начнем с холодной воды, зима, весна. Когда карась ловится, основная для него наживка используется, мотыль. Обязательно черная прикормка с несильной аромой. Любой лещовый состав, если это не сладкий запах, великолепно подходит. Любые рыбные составы подходят сказочно. Ракушки великолепно. Крабы великолепно. Мотыль, червь, именно вот всякие вот такие составы, это то, что нужно при ловле карася зимой и до периода, пока мы не переходим на ловлю опарыша. Опарыш тоже желательно этот же состав использовать. Желательно. Уже не так принципиально, но я бы рекомендовал именно то же самое. Когда начинают работать уже другие насадки, червь, кукуруза, манка, перловка, тогда уже можно начинать ловить на более сладкие запахи. Более сладкие. Уже можно использовать и клубнику, и кукурузу. Вот сейчас лето, допустим, все это отлично будет работать. Скажем так, животные запахи не работают круглый год, но бывают периоды, летом особенно, когда сладкие запахи облавливают животное. Все, друзья, я выбросил вот полную одну вот эту штучку, это вышло у меня 12 кормушек закормочных. Это, поверьте, очень мало. Сейчас 6 вечера я приехал на вечерку, опять приехал пока все начал, сейчас уже ровно 6 вечера. Мне рыбалки осталось всего около 2 часов, и это, честно, маловато. По уму бы, если бы приехал с утра, нужно было бы выкинуть минимум 2 вот таких положительных, для нормальной ловли караси. Ну, пока одна, времени для рыбалки мало. Можно брать 2 пачки по 800 грамм, самых дешевых, самых дешевых, главное не пылящих. Самую дешевую серию, хорошего производителя, главное, чтобы прикормка была не пылящая. Одну пачку выкидываем сразу, второй ловим. Тут же, друзья, следующая ошибка, которую допускают практически все. Это размер кормушки, которые мы ловим. Заброс недалекий, где-то в районе 15 метров. Глубина метр, и многие ставят огромные кормушки, которыми ловят. Получается огромный плюх, рыба и свалила. Я закормил большой, и теперь ставлю небольшую, небольшую 20-граммовую, вот такую 20-граммовую кормушечку. Можно еще меньше, которой и будем ловить. Которая будет падать тихо, без сильного грохота, не сильно пугая рыбу. Но постоянно давая туда свежую порцию прикормки, привлекать рыбу. И теперь поводки, друзья. Это одна из глобальнейших, я бы сказал, ошибок. Просто эта длина поводка при ловле карася, стоячей в водоеме, это такая же глобальная ошибка, как использование в пылящих прикормах при ловле карася. Мы уже разговаривали по поводу того, что доночники нас облавливают. Рядом здесь дедушка с донкой, и нас, такого круткого, с шикарной прикормкой, вкусно пахнущая, с постоянным темпом, облавливает дедушка с двумя донками. У дедушки поводок 10 сантиметров, а у вас от 60 до метра. Понимаете? А карась такая рыба. Карась, карп, лещ, они кормятся прямо с кормушки. Эти три рыбы, которым не нужен длинный поводок на стоячем водоеме. Очень редко, когда на леща, на самом деле нужен длинный поводок именно в стоячем водоеме. Это только при ловле крупных особей, когда рыбе нужно лечь, заходит сверху участка, он по-разному бывает по дну идет кормиться, а бывает заходит сверху, взял кусок, перебирая во рту, отходит. Если он еще не глубоко взял в рот, и пошел назад откатываться, и почувствовал натяжение, тогда он выпрыгнул. Тогда нужен именно, при вот таких ситуациях, нужен поводок более длинный, или когда мы ловим леща в стоячем, в стоячем, допустим, плывокий водоем, тармаклин, но это при всей рыбе. При вот таких условиях, особенно при ловле карася, поводок 10, максимум 30 сантиметров, в идеале 10-15. Я сейчас начну с тридцатки, просто нет у меня сейчас короче, если рыба будет плохо отзываться, я буду укорачивать поводок. Монтаж я использую в самую обычную петля гарнера, самую обычную. Как я ее делаю, можно перейти по ссылке, которая появится в левом верхнем углу, и также оставлю ссылочку в описании на этот монтаж. Самый простой, легко делается, монтажи у меня съемные, многоразовые, отдельно хранятся, мне так удобнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, смотрите, какой красавец! Разве он не заслуживает лайка? Я думаю, заслуживает! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ну что друзья пора заканчивать рыбалку больше часа не было карася из двух часов рыбалки больше часа карася не было клевала только густера и в очень большом количестве но потом он подошел подошел реально много поклевки практически сразу кормушка коснулась дна легкое шевеление кивертипа вовремя не подсел рыбы нету подсек влетали карасики он не крупный но он влетал вместе с ним ловились маленькие вот такие сазанчики чуть больше чуть меньше но карась подошел значит я все сделал правильно несмотря на то что жара лето и надеюсь мои советы вам помогут ловить карася практически круглый год ставьте класс подписывайтесь до новых встреч друзья